В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных делах, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В экране жизни и смерти их мама Елена Николаева оказалась сразу после рождения сыновей. Вся беременность протекала без осложнений, и малыши появились на свет здоровыми, а вот состояние мамы с каждым днем становилось все хуже. По словам родных Елены, врачи объясняли это реакцией на наркоз. Однако через три дня женщина попала в реанимацию. Там в течение двух недель она перенесла восемь операций. Состояние Лены улучшилось, но из ее легких ежедневно откачивали до полутора литра жидкости. Отделения пульмонологии в Пирогово нет, поэтому женщину перевели в больницу Середавина. Там она и скончалась во время очередного диализа. Случаем заинтересовался следственный комитет. Проверка доказала, что Елена умерла из-за недобросовестного исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Это и стало основанием для заведения уголовного дела. На данный момент назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также будут допрошены медицинские работники, как в больнице Пирогово, куда первоначально вступила женщина, где она родила тройню, так и в больнице Середавина, где наступила ее смерть. Пока подозреваемые не установлены. Теперь следователям первого отдела по особо важным делам предстоит выяснить, кто именно из врачей виновен в смерти Елены Николаевой. В данный момент ничего не ожидаем, пока только на стадии начинается расследование. Следователь пригласил один раз, мне опросы сделала. Завтра приглашает второй раз на опрос. Надеемся, чтобы было расследование объективное. Семье Николаевых растить в трех сыновей помогает буквально всем миром. Никто без внимания не оставил нашу семью. Помогают как могут. До сих пор питание несут, одежду несут. Матвей, Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и двух нянь, что, конечно, затратно. Помочь семье можно, отправив средства на счет, которые вы видите на экране. Чрезвычайное происшествие согласно сценарию. На место условного ЧП стадион «Металлург» по тревоге прибыли спасатели, медики, пожарные. По легенде, в результате взрыва рухнула трибуна. Под завалами остаются десятки людей, есть погибшие. Аварийно-спасательные службы сработали оперативно и профессионально. На стадион «Металлург» одна за другой въезжают свыше десятка спецмашин. По легенде, во время футбольного матча на одном из секторов произошел взрыв. Обрушилась трибуна. Пострадавших свыше полусотни. Около 30 человек под завалами. Волга, 12-м. Ты, Волга, на приеме. К месту условной чрезвычайной ситуации необходимы все службы жизнеобеспечения. Через ЕДДС к месту необходимы автобусы в количестве пяти единиц, спецтехника, кран, бульдозер. Пожарные, спасатели, полиция, медики на ликвидацию последствий условного ЧП стянуты все службы. Главная задача учения – отработать схемы взаимодействия, чтобы в реальной ситуации сработать быстро и слаженно. Когда имеется завал, у нас имеется различный гидравлический аварийно-спасательный инструмент. То есть где-то откусить, где-то приподнять, разжать и так далее. Работа спасателей – это разбор завалов имеющимся инструментом и вынос на носилки найденных пострадавших. Задачу аварийно-спасательным службам усложняют новые данные, которые то и дело появляются в сценарии условного ЧП. Специалисты объясняют, когда трагедия случилась, в первые минуты нет никакой сопутствующей информации. После проведения первых мероприятий по разведке эта информация появляется, и начинаются дополнительные требования по привлечению сил и средств. Это может быть или дополнительная инженерная техника, если это сложный характер завалов. Это привлечение кинологических расчетов, если необходим поиск людей. Это мобильный узел связи. Такая машина выезжает на все крупные ЧП. Ее задача – обеспечить связь в любой ситуации при любых условиях. Здесь мы можем видеть различные рации, взаимодействие с флотом и с авиацией. Интернет обеспечивает спутниковая антенна. Здесь есть телефон и оборудование для видеоконференций. Командно-штабные учения в Самаре плановые. Объект, стадион выбрали в виду грядущего чемпионата мира по футболу. Сегодня все службы с задачей справились. Это уже второй этап учений. На первом тестировали знания теории. На третьем этапе проверят готовность гражданской обороны. Насколько быстро самарские предприятия способны перейти с мирных рельс на военные. Дал порулить товарищу и попал в руки правосудия. Активисты ночного патруля помогли задержать водителя такси. Машину они заметили на улице Чернореченской. Автомобиль пересек разделительный газон, выехал на встречную полосу и помчался в сторону Владимирской. Информацию немедленно передали сотрудникам ДПС, которые задержали нарушителей на проспекте Карла Маркса. Там молодые люди, водители, пассажир, остановились и решили быстро поменяться местами. Почему, Лиза, до вас выписали? Да, нет. Значит, вы должны управлять транспортом. Вам доверил пьянтый пассажир, вам доверил автомобиль. Что делает пьянтый пассажир? Сел. Как он сел, если вы там сидите, как можно сесть туда еще? Там не два места, там одно. Стояли, просто сел и поехал. По данным полиции, от лихача, который ехал по встречке, сильно пахло алкоголем. От медицинского освидетельствования он отказался. Зато долго пытался до кого-то дозвониться. Но на помощь горе-водителю так никто и не пришел. Снести нельзя помиловать. В Самаре подошла к концу долгая история незаконной двухэтажки на улице Победы. Судебные разбирательства о ее сносе начались еще четыре года назад. В здании, где располагался спортивный комплекс, тогда была автомойка, что и вызвало недовольство местных жителей. Решение о сносе вынесли в 2014 году, но разрушили строение только сейчас. В затянувшемся деле разбирался Андрей Горгуленко. Несколько ударов ковшом экскаватора и от некогда крепкой постройки остаются одни руины. Такая незавидная судьба постигла двухэтажку на улице Победы. Построена она была еще в 2010 году. Как теперь уже доказано в суде, незаконно. Ее хозяйка, чье имя приставы не разглашают, изначально планировала здание под кафе. Затем первый этаж переделали под автомойку. А уже в 2014 году здесь открылся спортивный комплекс. Все это время в судах шли бесконечные процессы, которые закончились решением окончательным. Здание подлежит сносу. Причем разрушить его должны были сами владельцы. Что последнее, разумеется, не собирались делать. И эта обязанность легла на городские власти. На администрацию городского округа Самары возложена обязанность о сносе возведенного здания. Должник уведомлен надлежащим образом. Соответственно, службы привлечены к установленному порядке. Собственники незаконной постройки и здесь доставили немало проблем, превратив двухэтажку в неприступную крепость. Внутрь не пускали ни грузчиков, ни нашу съемочную группу. Мнение местных жителей о судьбе бывшей автомойки разделились. Одни были не против здание сохранить, другие требовали его снести. Оно незаконно здесь построило, и солнце у нас украли. Не надо нам его, не надо его. У нас газон, даже ничего не растет в газонах. Юристы, конечно, хорошо работают, они молодцы, все грамотно, все в рамках закона исполнялись. Но и мы действуем только в рамках закона. По-другому никак других действий с нашей страны и не было никогда. Задача реализованная. Сейчас будут рассматриваться другие незаконные объекты. А незарегистрированных объектов в Самаре хватает. Городские власти будут бороться с ними двумя способами. Либо бизнес легализуется и начинает платить налоги, либо здания будут снесены, как это произошло на улице Победы. Неожиданная кража в Тольятти. Двое молодых людей пришли отдохнуть в пивной бар. Когда продавщица отвлеклась, один из них не растерялся и решил вдоволь разжиться пенным напитком. Воспользовавшись моментом, он схватил кекс с пивом и быстро вынес его на улицу. Женщина, которая по неосторожности не доглядела за своим товаром, теперь бьет тревогу в соцсетях и просит отозваться тех, кто может опознать находчивого грабителя. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова